Эффективно держать у себя в гараже ретро-автомобиль, который с каждым днём только дорожает. Хотя некоторым кажется, что ретро-автомобили это какие-то неуклюжие, угловатые модели без особо выдающихся характеристик. Но мы таких разочаруем и покажем машину, которую создали авиаконструкторы. Неудивительно, что она просто летала по дорогам. Подробнее расскажет Иван Зинкевич. В автомобильной истории есть случаи, когда машины рождаются в авиационных компаниях. Таков шведский СААП. Именно он сегодня у меня на тесте. В 49-м году на заводе в городе Трольхедене начали производить первые легковушки. Скандинавы применили при конструировании передовые авиационные технологии, внедрили электрику, а затем даже электронику. Много внимания уделили безопасности и комфорту. Наш экземпляр СААП 9095 года рождения. Уже второго поколения с индексом CSE. Над ней работал всемирно известный дизайнер Джорджетто Джуджиара. Конечно, это сказалось на внешности. Пятидверный хэтчбэк даже сегодня выглядит элегантно и современно. Ни с какой другой машиной его не перепутаешь. Задний свес довольно длинный, почти как у седана, и одновременно приподнятый. Мягкие обтекаемые формы, фирменные узкие фары, фигурная решетка радиатора и контрастная окантовка вокруг окон и на крыльях. Бамперы массивные в цвет кузова. Задняя оптика скомпонована под единой панелью. Тогда это был модный дизайнерский ход. Двигатель для своего времени тоже очень необычный. Конструкторы оснастили рядную четверку турбиной низкого давления. Объем 2,3 литра. Развивает 170 лошадиных сил. Система питания многоточечный впрызг. Салон в черной коже. Высокая торпеда с большим количеством приборов и датчиков выглядит очень внушительно. Самая главная фишка – бортовой компьютер. По тем временам это что-то даже не из авиации, а прямо из космоса. Есть здесь и климат-контроль. По меркам 90-х тоже новшество. С первых метров понятно, что это горячий шведский парень. Динамика у него очень убедительная. Адреналинный старт. Разгон до сотни за 8,5 секунд. Максимальная скорость – 220 км в час. В свое время 9-тысячный был одним из лидеров по аэродинамическим показателям. В салоне довольно тихо. Ход плавный. За это спасибо рычажной подвеске. Она энергоемкая и очень надежная. Столько лет отлично работает. Как и дисковые тормозы. Идет как классический переднеприводный автомобиль. Коробка пятиступенчатая, механическая. Ходы переключения скоростей очень короткие. Управляемость отличная. Никаких претензий. 9-тысячные стоили довольно дорого. От 40 до 60 тысяч долларов. Это плата за аэродинамику, электронику, высокое качество деталей и сборки. Применение авиационных технологий позволило создать автомобиль, который в те годы задал новые стандарты для мирового автопрома.